Плата за наем жилого помещения рассчитывается по определенным формулам. Они содержатся в специальном положении и утверждаются депутатами. Экономическое содержание платы за наем состоит в компенсации затрат муниципального образования города Слободской на содержание, проведение капремонта, реконструкции муниципальных жилых помещений и исполнение иных полномочий собственника муниципальных жилых помещений. В 2014 году у нас был установлен размер платы за наем в размере 2 рубля 10 копеек, что не оправдывает затраты муниципального образования города Слободской. Поэтому, исходя в соответствии с приказом Минстру России 27 сентября 2016 года, где утверждены муниципальные указания о установлении размера платы, мы произвели расчет платы за наем и у нас получился размер платы в размере 13 рублей 32 копеек. Это по первой категории жилого дома. Таким образом, по данной категории жилых домов, плата за соц. найм возрастет более чем в 6 раз за один квадратный метр площади. У нас платят наниматели жилых помещений по договорам социального найма, за исключением нанимателей, которые проживают в домах, признанных в установленном законном порядке аварийными и непригодными для проживания. Также в тех домах, где процент износа у нас более 70%, значит, плата у нас взимается в размере 30% от установленного размера платы за наем. Несмотря на такой, казалось бы, скачок платы, бурного обсуждения данный вопрос не вызвал. Несложные математические расчеты отражают реальные цифры. Они не такие уж и пугающие, если сравнить их с суммами в квитанциях за капремонт и управляющих организаций. Комиссия рекомендует принять, как вы сами видели, смешная цифра в один квадратный метр на сегодняшний день. Если администрация считает, что экономическое целесообразно, то считаю, что это будет поддержать. Кто за?